Здравствуйте, дорогие друзья! Не отвлекаясь от темы мацы, я расскажу о том, насколько мы сейчас живем в другом мире все-таки, как бы нам не казалось какие-то сложности. Написано в первый день, в первый месяц, месяц Ниссан, в 14 день ешьте мацу. Тора установила это как обязанность, и так постановил Рамбам в своих книгах, есть мацу, это заповедь. Если человек съел кезайт, то есть маслинку, как он выполнил заповедь, меньше нет. Эту историю рассказал великий раф Унгер. Однажды к нему пришел один из членов общины, очень взволнованный, и звали его Шимон. Рассказал историю, она началась намного раньше, там много лет назад, в лагере смерти Освенцев. Венгерские евреи тогда только попали туда, и вот Шимон был среди них. Его отделили от жены, детей, отправили всех в газовые камеры, и он остался на адской работе. Кусок хлеба, чашка супа в день, там еле-еле-еле. С соседом Панари у него был сын величайших, там, отпрыск знатной семьи праведников. И они, он все время рассказывал Шимону, укреплял его в вере, рассказывал, что Бог с нами, использовал каждую свободную минуту, чтобы помочь ему. Однажды он обратился к Шимону с великим волнением, говорит, завтра пейсах. Горечи, марора, у нас достаточно, а нету мацы, хотя бы кезайт. В это время авиация союзников разбомбила продовольственные склады рядом с лагерем. И несколько работников отправили туда, чтобы собрать. Это клад, конечно, но его пронести в лагерь, понятно, убьют. Шимон все же сделал это, собрал два камешка, чуть-чуть муки, потом маленький перерыв ошлеповал два камня, смолол зерно, нашел кусочек железа, раскалил его, смешал муку с водой, сделал маленькую лепешку, подырял гвоздями, есть маца. Получилась твердая маца, два кезайта, ему и товарищ. И вот он заходит в лагерь, проходит, в это время прямо у входа в лагерь стоит немец, который заметил, что рука у Шимона как-то так неестественная. Ну, ты что там прячешь? Он ударил его дубинкой, маца упала. Немец наступил на нее грязным сапогом, потом дубинкой избил этого Шимона и ушел себе. Шимон, придя в сознание, открыл руку, у него осталось в руке малюсенький кусочек мацы, кезай, только для одного человека. И все. Он пришел в казарму, потерял сознание, друг его отпоил. И друг стал умолять Шимона, пожалуйста, отдай мне мацу, я в жизни не проводил седра без мацы. Тот говорит, никогда в жизни об этом речь не может быть, меня чуть не убили. Друг говорит, я тебя прошу, я прочту все о году, я знаю наизусть. Шимон отказался, я отдам тебе свой удел в будущем мире за эту мацу. Я потерял семью, тот говорит, у меня то же самое. И в общем, в конце концов, он поддался на уговор, они пришли к компромиссу. Его друг расскажет все о году и получит за это мацу, но награда за заповедь будет принадлежать Шимону. Все, и вот так они и сделали. Вечером его друг рассказал о году, очень был хороший у них, ну, понятно, хороший. Съели мацу, съел друг. На следующее утро они вышли на работу, его друг молча, как всегда, молился. Но в момент, когда читают Галель, он вдруг закричал громко от благословения, выпрямился и его убили. Все, Шимон выжил. После окончания войны он приехал в землю Израиля, построил новую жизнь, поселился в Бен-Браке. И вся эта история он рассказал Раву-Унгеру как предисловие. А самое главное, это и ночью, говорит, приснился мне друг. Он был одет в белой одежде, светился и говорит такой, ты помнишь, ты дал мне мацу с условием, что эту награду за заповедь получишь ты? Я говорю, помню. Так вот, я тебя прошел просить, чтобы ты отдал эту награду мне. Шимон был потрясен этой просьбой. Как он, какой может быть? Ведь отца была моей, я рисковал жизнью, собирал, меня избили чуть не насмерть. Друг говорит, да, все правильно, но ты понимаешь, он говорит, я был все-таки календарь, отдай мне эту награду. Шимон отказался. Друг расстроился так и исчез. Шимон проснулся в холодном поту, потрясенный всем этим, пришел к Рангу Вунгеру, рассказал. Рафунгер говорит, я не могу такие вещи решать, пойди, надо к Адмору. И отправил его к Рэбе из Махновки. И вот на следующий день, еле дождался Шимона, и тот рассказывал ему. Рэба услышал это все, и говорит, по справедливости ты должен ему уступить. Как это по справедливости, говорит Шимон? По справедливости уж точно не должен. Ведь там какое-то благородство, но так, Рэбе объяснил, пойми. Твой друг умер, у него что есть, то есть. Заповеди, которые он выполнил, ему в заслугу идут. Но больше он добыть уже ничего не может. Есть одна заповедь, которую он не выполнил, не получил награду, ему не хватает. Но ты-то живой. Ты, каждый живой. Ты накладываешь тфелин, надеваешь талит, молишься, слушаешь уроки, шаббат, праздник. У тебя огромное количество заповедей. Поэтому отдай другу. Но если вы Рэбе так говорите, я уступлю, сказал Шимон. Он говорит, нет, не так. Надо уступать от всего сердца. Он дал ему ключ от синагоги, говорит, подойди, открой 5-метраж, открой арон-коды, вставь к нему в голову. И поговори со Всевышним. Расскажи ему, открой сердце, скажи, как ты познакомился с ним. Как было тяжело с этой мацой. Расскажи и от всего сердца ему пожелай. И вот так и произошло. И вот друг заявился к нему во сне, его светилось лицо. Он пришел поблагодарить Шимона. Утром Шимон пришел молиться к Адмору на меня. Он рассказал это все. И он говорит, смотри, Шимон, твой друг был сыном святых праведников. И тем не менее, удостоился погибнуть, освящая Всевышнего. У него нет претензий. И за одну заповедь он свысок вернулся сюда. А мы? Сколько заповедей валяются у нас под ногами, а мы даже не наклоняемся, чтобы их подобрать. Каждая выученная глава, каждый урок, каждая миссия, это громадная одежда в том мире. Любая помощь ближнему, любая поддержка. Это история, в нее надо вдуматься, и тогда все станет на места в нашей голове. Брахава от слаха, кошерного песиха.